Доброе утро! В обществе эта профессия считается одной из самых важных и ответственных, ну и даже опасных. Благодаря службе сотрудников правоохранительных органов, благодаря их мужеству и отваге, мы можем жить в правовом обществе и чувствовать себя в относительной безопасности. Кстати, если бы не журналист, то наш Денис тоже стал бы полицейским. Если бы не журналистик, то нет, но с другой стороны, может, на него кто-то и повлиял. Ты знаешь, почему он бы стал? Потому что он себя считает, ну я тоже его считаю смелым и храбрым, но, конечно, его бабушка о нем еще больше мнения, о его храбрости, о его способности на подвиги. Но мы ждем от Дениса не подвиг, а интересный сюжет о буднях полицейских. Давайте посмотрим вместе. Продолжение следует... Работа участкового инспектора полиции ненормированная. 14 часов в сутки, без выходных. Однако мы давали присягу перед Родиной, защищать ее и бороться с преступностью. Хоть работа и отнимает очень много времени, но время на семью и отдых все же находится. Есть и положительные моменты. Это в год нам дается отпуск, где мы выделяем этот отпуск, посещаем своей семье и своим родителям. Полиция. Это слово имеет древнегреческие корни. Впервые этот термин был использован в 1450 году и дословно переводится как город-государство. В июне этого года Аойзовский район был признан районом с нулевой преступностью. Но как сотрудникам правоохранительных органов удалось достичь такого результата? Утром после подворного обхода мы проводим поквартирные обходы, где знакомимся с жителями, которые в ходе диалога обмениваются с нами сотовыми номерами, где при каждом обращении они незамедлительно сообщают участковому инспектору полиции о каждом правонарушении. Интересный вызов. 620-й, номер 26, 835. 620-й, номер 26, 835. Против помощи с панелью. Аннат, понял. 620-й проследует. Работа полицейского очень сложная и опасная. Но без этого наши граждане попросту не смогут спокойно существовать. По словам жителей Аозовского района, с хулиганами, бросающими мусор и нарушающими тишину, участковый разбирается оперативно. В этом и заключается работа полицейского. Очень громко включают музыку, мои соседи. Работа полицейских – это не только погони и опасности, но и самое важное – работа с гражданским населением. С помощью участковых инспекторов полиции с начала года в некоторых микрорайонах, микроучастках снизился уровень криминогенности к нулю. То есть, это не только наша заслуга, это заслуга всех наших сотрудников, участковых инспекторов полиции, начальников управления и замы. Я думаю, заслуга всех сотрудников полиции. Как и у всех людей, у сотрудников полиции есть свои мечты, цели и запоминающиеся дни, которыми и поделился с нами майор полиции. Запоминающий день моей истории сотрудников полиции – это когда я поступил в школу Академии МВД и окончил ее, и когда мне вручили погоны лейтенанта. Стать полицейским может каждый гражданин республики Казахстан, который достиг возраста 18 лет. А вот верхний возрастной порог составляет всего лишь 35 лет. Продолжение следует...